Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня на библейском портале экзегет начинаем читать книгу пророка Малахии. Первый стих первой главы является вводным. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Имя Малахи означает ангел-господень. Малах — это ангел, а И — это сокращение до одной буквы священной тетраграммы божественного имени. И, Ия или Юдгей — разные бывают сокращения этого имени, то есть это имя здесь теофорное. За пределами книги Малахии в Священном Писании Ветхого Завета, в Еврейской Библии, в Танахе мы больше с этим именем не встречаемся. Правда, есть в одном экстрабиблейском тексте, а именно в том тексте, который у нас называется Третьей книгой Ездры. Вот там в ряду пророков перечисляется и пророк Малахия. Но статус Третьей книги Ездры весьма спорный. И в целом можно сказать, что за пределами книги Малахии это имя больше не встречается. Только вот здесь, в надписании, в первом стихе книги пророка Малахии. Ученые предлагают разрешить этот вопрос тем, что книга, написанная этим именем, и имя, которым надписывается эта книга, является псевдонимом. Не было человека с таким именем — Ангел Господень. Дальше с Ангелами Господними мы встретимся в Третьей главе, в Четвертой главе. И поэтому вполне возможно, что автор здесь пользуется псевдонимом. А как звали автора этого текста, остается неизвестным. И датируется этот текст, датировать этот текст также довольно трудно. Ясно, что речь идет о послепленной книге, то есть книге, составленной в те времена, когда остаток Израиля вернулся из Вавилонского плена. Но более точной датировке не поддается этот текст. Текст книги пророка Малахии является последним в корпусе книги «Двенадцати малых пророков». И, собственно, Малахия завершает и книгу «Двенадцати», и вместе с нею весь корпус библейских пророков. Начинается прямая речь у Господа. Это основная часть книги. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, — в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению, и владение его шакалом пустыни». Это место будет цитировать Павел в своем послании христианам Рима. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Следует заметить, что на библейском языке «возлюбить и возненавидеть» — эта формула означает выбор, выбор, который делает Господь. Только Он может сделать этот выбор. Богоизбранным народом являются потомки Иакова, не потомки Исава. Вот что значит здесь «возлюбил». Здесь речь идет не о чувстве ненависти к Исаву, а о том, что Исаву был предпочтен Иаков, который, как мы знаем из книги «Бытие», куда больше дорожил первородством, чем его брат. «Шакалам пустыни», то есть дикие животные, будут в тех городах, которые когда-то обитали потомки Исава. Когда Господь предал горы опустошению, точно мы тоже не знаем, и археологи по-разному описывают этот период, историки Древнего Востока также. знаем лишь, что имя Исава, как народа, то есть Эдома, на рубеже эр, к началу римской эпохи, оно почти пропадает, почти исчезает. Знаем, что Ирод Великий был едумеем, а вот что было дальше уже в первые века новой эры, а дальше была ассимиляция этого народа среди других народов, и имя Исава, как народа, исчезает навсегда из человеческой истории. В четвертом стихе говорится также об Исаве, но употребляется уже имя Эдом. Эдом и Исав — это один и тот же народ. «Если Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенные, то Господь Саваов говорит, они построят, а я разрушу, и призовут их областью нечестивою, прозовут народом, на который Господь прогневался навсегда». Страшные слова, ужасные, и гнев Господень проявился в том, что Эдомитяне, Эдом и Исав через некоторое время после этого пророчества, через несколько столетий, навсегда исчезли с лица земли. Их попытки восстановить свои города, восстановить свое, может быть, Эдомское царство, которое когда-то существовало, будут тщетными, говорит Господь, их будут звать нечестивой областью. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, «Возвеличился Господь над пределами Израиля». Вот здесь, в пятом стихе, уже говорится не об Эдоме, а говорится о Израиле. Глаза, чьи глаза в пятом стихе? Это глаза израильтян, которые сами увидят, как возвеличился Господь. Это величие проявилось в уничтожении городов Эдома. У этих стихов, начальных стихов книги Малахи, есть замечательная параллель, а именно книга пророка Авдея, о Вадья. Одна маленькая книга, входящая в корпус двенадцати, о которой мы когда-то с вами тоже говорили, состоящая всего из одной главы, очень короткий текст, целиком посвященный отмщению Господнему над Эдомитянами. Они злорадствовали, когда неприятели, вавилоняне, другие враги Израиля, опустошали Израиль и говорили, «Эти самые Эдомитяне, обращаясь к врагам Израиля, злорадствуя, разрушаете, разрушаете до основания его». «Ару, ару, адга, есот, ба». И вот это вызвало раздражение Господне и его заступничество по отношению к своему народу и отмщение, и месть, да, месть по отношению к Эдому. Вот эти самые эдомитяне, они получили по заслугам. Нечего было злорадствовать, когда неприятели разрушали до основания Иерусалим. 136-й псалом, так называемый псалом на реках Вавилонских, он как раз говорит не только о судьбе Вавилона, опустошителя, дочь Вавилона, окаянная опустошительница, но и о судьбе, о судьбе эдомитян, этих вечных братьев и вечных недругов древних израильтян. Далее продолжаем читать книгу 6-й стих. И пророчество, начиная с 6-го стиха, уже обращено к израильскому народу. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф. «Вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения». Дальше эта речь будет продолжаться, эти инвективы в адрес священников и в адрес других израильтян. У народа, который вернулся из плена, у остатка израильского народа, были свои духовные проблемы. Да, вавилонский плен оказался для Израиля такой мощной инъекцией, противоядием против идолопоклонства и искушений, которые были до плена, главного искушения идолопоклонства, в Израиле послепленном уже, по всей видимости, не было. Но были другие проблемы. И в частности, пророк Агей в своей книге говорит, что народ не спешил строить храм Господень, а вот когда храм Господень был восстановлен, этот второй храм Батчани, то тогда народ не был на достаточно высоком духовном уровне. Пренебрегали богослужением, пренебрегали жертвоприношениями, самое лучшее, самое жирное забирали себе, а Господу храмое, слепое. Трапеза Господня не стоит уважения, говорят израильтяне. Вот этим они бесславят Господа. Хотя они сами этого не понимают. А чем это мы тебя бесславим? На тебе, Боже, что нам не гоже. Вот тем и бесславите. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Риторический вопрос звучит в 8 стихе. Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Лучшее из стада надо приносить в жертву. Эти слова актуальны для нас. Чистому чистое. Богу нужно приносить лучшее. Не парафиновые, и там не из собачьего сала, какие-нибудь свечки трескучие и вонючие, а из чистого воска. Хотя свеча — это, конечно, не жертва. Есть такое вот расхожее понятие, что, дескать, свеча, которую христианин приобретает, идя в храм, или сам вот ее дома изготовил и несет ее, чтобы возжечь пред Господом. Это не жертва. Это знак почтения, конечно же, ко храму Господню, к общине христианской и к Богу прежде всего. Но это еще и имело в древности утилитарное значение, когда не было электричества, и храм освещался. А кое-где и сейчас есть такие храмы, которые освещаются исключительно живым светом, а не электрическим. И когда приносите в жертву слепое или худое, хромое и так далее. И целый ряд риторических вопросов. Вторая половина восьмого стиха является строгим выговором, инвективой. «Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Вот ты платишь налог твоему князю, твоему владыке, твоему повелителю, главе твоего колена или всего народа, какой-то налог, какую-то плату. И навряд ли князь этот захочет принять от тебя этот налог, который будет состоять из негодных животных. Хромая, слепая овца или там больное животное, больной этот бык или старый дряхлый, которого потом этому старому, может быть, беззубому князю не разжевать будет, когда ему приготовят жаркое. Конечно же, он благосклонно не примет этого. Но князю-то своему ты не принесешь такое, а Господу несешь. Неужели ты, князя, боишься больше, чем Господа? Начало мудрости сказано в книге притчей и в книге Псалмов также эта фраза есть. Начало мудрости страх Господень решит хохма решит хохма и рад элухим и рад Адунай. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостью принимать вас, говорит Господь Саваоф. Вопрос риторичен и не требует ответа. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Пророк, который произносит эти слова, видимо, являлся очень близким храму, может быть, он был даже священником. И вокруг храма были пророки и другие, и до него такой чрезвычайно важный пророк, как Исаия Иерусалимский, был иерусалимским вельможей, очень высокопоставленным человеком, чиновником царским. И вот он молился, ему было откровение Господне, об этом мы читаем в 6 главе Исаии, и явилась слава Господня пред ним, и он был призван к пророческому служению. Но первая глава книги Исаии, она тоже начинается строгим выговором израильтянам, которые, хотя и совершают богослужение, но не приготовили своего внутреннего состояния, своего сердца, своей души к искреннему и самоотверженному служению пред Господом. Там тоже сказано, напрасно вы приходите топтать дворы мои, молитвы ваши я все равно не слышу, я закрываю уши от ваших молитв, говорит Господь Саваоф. Вот и здесь также напрасно, говорит, вы держите огонь на жертвеннике, приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Почему же так? У Исаии вопрос этот получает следующий ответ. Почему Господу неугодны жертвоприношения израильтян? Потому что нет внутри израильского общества социальной справедливости, а также процветает, это была допленная эпоха, процветает идолопоклонство, а также коррумпированность правосудия обличается Исаией, а здесь здесь богослужебные преступления, неправедно, неправильно, и как попало, совершается богослужение, и что попало, приносится в жертву Богу, а приносить нужно лучшее, поэтому лучше уж вообще закрыть храм, повесить на него амбарный замок, как здесь сказано, запер бы лучше ты двери, вот, и приношение из рук ваших все равно мне неблагоугодно, а вот когда ты самое лучшее свое Богу принесешь, вот тогда оно будет благоугодным, делаем мы вывод из содержания этих стихов, далее, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф, вот здесь пророчество приобретает уже не узко национальное содержание в нем мы слышим и видим и читаем, а приобретает универсальное свое измерение, и пророчество это говорит о том, что все народы, все народы будут прославлять имя Бога Израилева, таким образом это пророчество можно считать мессианским, новозаветным, относящимся к эпохе Нового Завета, к той эпохе, в которой мы живем, сегодня на всех континентах и на всех даже самых дальних островах есть христиане, которые из всякого народа вышли для того, чтобы войти в Христову Церковь и прославлять имя Господне, оно стало известно этим народам, отвергли Зевсов своих, перунов и прочую всякую выдумку, прочих всяких истуканов, и больше не поклоняемся мы изделиям рук наших, но прославляем имя Его великое, страшное и превознесенное. Это имя страшное, об этом будет говориться в последнем стихе этой главы. И вновь в 12 стихе звучит критика. Смотрите, говорит, говорит пророк, народы будут прославлять, приносить фимиам моему имени. Этим фимиамом являются молитвы во имя Господне. Жертва Богу – это молитва, истекающая из сокрушенного духа. Жертва Богу – дух сокрушен. Вот такой жертвы Господь не презрит. Не от гордого сердца и не от надменного принимает Господь жертву, а от сокрушенного, смиряющегося пред Господом своим, прославляющего Его имя своими поступками и молитвами. А вот израильтяне, говорится в 12-м стихе, хулят – это имя. Хилюль Ашем – хулят – имя. Хулите его тем, что говорите. Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Сделали израильтяне из трапезы Господней из богослужения предмет наживы. Нажива – это ничтожное. Но лучше бы, чтобы тогда вы действительно пошли и занялись бизнесом, если вы рассматриваете трапезу Господню как предмет для собственной наживы. При том же, говорите. Вот сколько труда и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могут ли с благоволением принимать, могу ли с благоволением принимать его из рук ваших, говорит Господь. Вновь звучит риторический вопрос. Старое, хромое, вот это больное, еще ворованную скотину приносили в жертву. Да еще все это хлебное приношение, какой-нибудь заплесневелый старый хлеб. Вот князю своему не осмелишься такое принести, а Богу осмеливаешься. Так значит, ты боишься своего князя больше, чем Господа. А вот наступит время, когда народы, окружающие тебя, которые уверуют и прославят имя Господне, наступит время, когда эти народы посрамят тебя в благоговении пред Богом и будут исполнять то, что не исполняешь ты. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное. Жалко же молодое животное, крепкое, здоровое, которое принесет доход и будет служить изобилию хозяина. Жалко же вот это самое лучшее животное из стада отдать Господу в жертву принести, убить его, прекратить его жизнь ради Господа. И вот это заслуживает пророческой и божественной критики. Дал обет принести ты это животное, так принеси, как сказано в книге Клисиаст, когда даешь обет Господу, немедли исполнить его, иначе не давай обета, зачем давать обет, и приносит в жертву Господу поврежденное, со сломанной ногой животное, хромое, или может быть больное. И завершается глава такими словами, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов, у народов земли, оно, это имя, будет страшным, нора. Страх в священном писании, называя начало мудрости, страх Господень, это не какой-нибудь страх, который обычно испытывает человек, когда его жизнь, например, подвергается опасности. Здесь под страхом следует понимать благоговение. Страх и трепет это то религиозное чувство, которое мы называем благоговением. Когда человек оказывается перед Господом, или когда ему является ангел Господень, он испытывает непременно это чувство, это состояние. Он в ужасе, и в страхе, и в трепете, оказывается перед этой реальностью, перед этой встречей, встреча с Господом, встреча с Богом. И это естественная реакция человека, но это не боязливость, не боязнь, а это именно религиозный страх, религиозный трепет, трепет благоговения и чрезвычайно высокого почтения. Ангелы Господни это не пухлые младенцы с крыльями, как в барочных храмах, таких ангелов не бывает. Ангелы Господни это грозные служители Господни, это воины Божьи, это воины того Господа, который является Господом Саваофом. Цаваот это Господь воинств. Цва это армия, а цаваот это множественное число это армии, это воинство. Вот этими словами оканчивается первая глава книги пророка Малахии. На следующей встрече мы прочтем вторую главу этой книги. запись делается для библейского портала Экзегет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...